В реставрации на престольного Евангелия 1644 года в серебряном золоченом окладе были задействованы специалисты по металлу, живописи, тканям и бумаге. Особая ценность этого памятника в сохранившемся оригинальном переплете. Две дубовые крышки обтянуты шелком. За три столетия шелковая ткань обветшала, значительная часть переплетного материала была утрачена. Под воздействием влаги образовались затеки на листах. Живопись в клеймах на верхней части крышки потемнела. Раньше для защиты ее покрывали олифой, которая темнее со временем искажает изначальный авторский колорит. Реставраторам произведено укрепление левкаса и красочного слоя. Утраты левкаса затонированы, подведен реставрационный грунт. Фон живописных клейм выполнен сусальным золотом, что затрудняет работу реставратора. Золото очень нестойкое, поэтому работа требует исключительной осторожности и ведется под бинокулярным микроскопом с использованием слабого растворителя. В конце живопись покрывают защитным слоем лака. Параллельно велись работы с книжным блоком. Он был очищен от пыли. На реставрационном совете было решено блок не расшивать и только первые и последние тетради блока, шитье которых было нарушено, отделялись, промывались и реставрировались отдельно. Чтобы восстановить крепление переплета к блоку, было решено нарастить пеньковые шнуры, которые были обломаны в местах крепления блока и крышки. И в процессе наращивания шнуров прошиваются первые и последние тетради. Для укрепления разрывов используется реставрационный клей и длинноволокнистая реставрационная бумага. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Ткань монтируется на переплет. Реставратором по тканям переплетная ткань была очищена, сдублирована на тонированный Excelsior натуральный шелковый материал и перекрыта реставрационным газом. Утраты и сечения на ткани укреплены. Для соединения книжного блока с крышкой пеньковые шнуры закрепляют по классической средневековой технологии. Крепление должно быть очень плотным, так как дубовая крышка достаточно тяжелая и ее вес еще увеличивается металлическим окладом. При помощи термошпателя шелковая ткань монтируется на корешок переплета. Реставрация на престольного Евангелия – прекрасный пример комплексной работы специалистов всех четырех секторов реставрационного отдела.